Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа ДПС на ОТС. В студии работает Ксения Корзун. Смотрите сегодня. Хотел прокатиться на машине, а в итоге сбил пешехода. В Кочаневском районе области пьяный подросток спровоцировал ДТП. В погоне за прибылью. В регионе участились случаи краш катализаторов. Не быстрее 25 км в час и только по обочине. В Минтрансе разработали новые правила дорожного движения для электросамокатов. В начале выпуска рубрика «Сводка». В ней собрана информация об авариях, которые произошли в Новосибирской области. Пассажирка автобуса получила двойной перелом ноги во время поездки. Вероятно, из-за резкого маневра шофера женщина не удержала равновесие и упала на пол салона транспорта. Пенсионерку сбила машина во дворе многоэтажек. Бабушка стояла около дома. Водитель Лады двигался задним ходом и не заметил пешехода. Женщина получила многочисленные переломы. Еще один пешеход пострадал в Кировском районе Новосибирска. Гражданин ближнего зарубежья за рулем Хёнде решил объехать троллейбус с правой стороны. В этот момент из общественного транспорта выходил мужчина. Он упал на асфальт, получил сотрясение мозга и несколько ушибов. 13-летний подросток пострадал в аварии в Черепаново. Школьник решил прокатиться на мотоцикле. На перекрестке байк врезался в Лексус, который должен был пропустить встречный поток, но не сделал этого. У юного мотоциклиста многочисленные переломы ног. Таксист спровоцировал аварию в Калининском районе мегаполиса. Сдавая назад, он не посмотрел в зеркала и не заметил двух пешеходов, которые стояли у машины. Один из них угодил под колеса авто. Медики диагностировали у 38-летнего мужчины перелом ноги. Два человека пострадали в лобовом столкновении в Искитиме. Предполагаемым инициатором ДТП стал автолюбитель Накия. Он не убедился в отсутствии помех и выехал навстречу. Иномарка врезалась в патриот. Водитель иномарки сломал ребра и получил сотрясение мозга. У водителя ваза несколько ушибов. 17-летний юноша решил прокатиться на автомобиле. Для храбрости выпил спиртное и сел за руль чужого ваза. Далеко уехать не получилось. Когда подросток сдавал назад, не заметил женщину. Легковушка задела пешехода бампером. Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга и травмой позвоночника. В мегаполисе участились случаи краж катализаторов. В социальных сетях пострадавшие автомобилисты почти ежедневно жалуются на хулиганов, которые похитили запчасти с их машин. Накануне инспекторы городского полка ДПС задержали двоих предполагаемых автомобильных воров. Товарищи изъяли четыре катализатора и оборудование для разбора машин. Подозрительный «Шевроле» патрульные заметили на улице Грязодубовой в 2 часа ночи. Водитель остановился по требованию инспектора, но на беседу не был настроен. Мужчина нервничал и хотел поскорее уехать. Кроме автомобилиста в салоне был еще пассажир. При проверке документов граждане заметно нервничали. При осмотре салона автомобиля были обнаружены четыре катализатора, труборез, домкрат и две рации. В ходе разбирательства было установлено, что данные кражи были совершены с улиц Крауза и Свечникова. Граждане намеревались дать их для выручки денег. Товарищей доставили в ленинский отдел полиции. Там выяснилось, что оба уже привлекались к ответственности за разбой и вымогательство. Теперь им грозит очередное судебное разбирательство по 158 статье Уголовного кодекса. Полицейские вышли на владельцев четырех машин, с которых были срезаны катализаторы. Теперь устанавливают причастность задержанных молодых людей к другим подобным преступлениям. Добавлю, в автомобилях катализаторы нужны для того, чтобы не пропускать опасные формы газов в атмосферу. На черном рынке такие детали стоят недешево, поэтому злоумышленники все чаще воруют глушители, чтобы достать дорогую запчасть. Владельцам транспорта стоит быть бдительнее, парковаться в зоне видимости камер и установить на машины дополнительную сигнализацию, реагирующую на резкие толчки. Кроме того, в мегаполисе зафиксировали еще несколько краж. Неизвестные угнали две иномарки и квадроцикл. Подробности в рубрике «Розыск». Белый ленд-крузер «Прада» пропал с парковки на Кирово. Владелец рассказал, что оставил транспорт на стоянке в 16 часов. Утром следующего дня обнаружил пропажу. Машина была выпущена в 2003 году. Госномер К424ОО, 54-й регион. Если вы были свидетелем угона или знаете, где сейчас находится «Тойота», сообщите в полицию. Злоумышленники украли «Тойоту Калдину». Она была припаркована у дома номер 169 на проспекте Дзержинского. Год выпуска авто – 2001. Цвет кузова серый. Особых примет и видимых повреждений не было. Неизвестные похитили новый желтый квадроцикл в поселке «Восход» Новосибирского района области. Техника стояла по адресу улица Светлая, дом 3. Квадроцикл был выпущен в 2020 году. Вполне возможно, что его украли под заказ для перепродажи. Обратите внимание на транспорт, оставленный в гаражных кооперативах и подземных парковках. Номер телефона дежурной части ГИБДД указан на экране. К другим темам. В скором времени могут появиться новые правила дорожного движения для электросамокатов. В Минтрансе уже подготовили проект правок. Такой вид транспорта относит к категории средств индивидуальной мобильности, сокращенно СИМ. Если изменения примут, то скорость самокатов ограничат до 25 км в час. Речь идет не только о том транспорте, что сдают в аренду, но и о частном. Дети младше 7 лет смогут кататься на электросамокатах, но исключительно под присмотром взрослых и строго по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. Всем, кто старше 14, разрешат двигаться по обочинам и правому краю проезжей части. Но только если на участке нет тротуаров, а на дороге действует ограничение скорости до 60 км в час. Владельцам электросамокатов нельзя будет совершать обгоны и объезжать машины с левой стороны. Кроме того, те, кто передвигается на СИМах, должны будут подчиняться сигналам светофоров и регулировщиков для пешеходов. На этом пока все. Присылайте ваши истории и вопросы на почту программы. В студии работала Ксения Корзун. Не нарушайте правила и помните, от этого зависит не только ваша жизнь, но и благополучие окружающих. До скорой встречи в эфире ОТС. Продолжение следует...